Хорошо известный харцизианам магазин АТБ, тот, что на первомайке, сменил название и владельца. Теперь это республиканский как по названию, так и по сути супермаркет. В четверг новый старый супермаркет в торжественной обстановке открыл свои двери перед покупателями. Всего торговая сеть республиканских супермаркетов насчитывает на территории Донецкой Народной Республики уже более 30 магазинов. Снежное, Шахтерск, Енакиево, Ждановка. В Горловке уже работает 13 магазинов. Это государственное предприятие, первый республиканский супермаркет. Их больше на самом деле, ресурс, который нам выделен, позволяет открыть пока что данное количество. Харцизианин не скрывает, что ассортиментом представленных в супермаркете товаров вполне довольны. Вот только цены, что называется, кусаются. Ассортимент такой, как и был до этого, но цены в три раза дороже, как было раньше. Ассортимент хороший, цены нормальные. Ну, будем надеяться, будет еще доступнее. Руководитель сети республиканских супермаркетов Ставрес Богателия рассказал о причинах, приведших к назначению столь высоких цен на товары. Механизм формирования цены, он достаточно прост. Мы покупаем, делаем наценку и продаем. Мы покупаем по одной цене, доллар скачет, мы уже продаем с наценкой. И этих денег иногда даже не хватает на закупку новой продукции. Поэтому, чтобы люди понимали, это не от нас зависит. Цены, которые здесь установлены в сети, в первой республиканской супермаркете, они минимальные. Но это минимальная наценка для того, чтобы предприятие могло работать. Заполнить полки магазина разнообразным и качественным товаром – задача в условиях блокады непростая. Приходится договариваться с разными поставщиками. Например, бакалея, напитки, бытовая химия поступает в супермаркет из России. Отечественные производители представлены молочной продукцией, полуфабрикатами и пивом. Ассортимент у нас есть местный, есть российские позиции, которые занимают процентов 80, ну и есть украинские. Если в кошельке есть гривны или рубли, то с оплатой покупок проблем возникнуть не должно. В республиканском супермаркете, как, впрочем, и во всех других магазинах ДНР, действует бивалютная система расчетов.